Итак, ребят, всем привет! С вами Seven, друзья. Я после такого небольшого, можно сказать, перерыва вернулся, возобновил, точнее, записи видео. И вот сегодня у нас, так скажем, первый матч, который я хотел записать, дружеский матч. Я надеюсь, шум клавиатуры не будет так сильно слышен, и мы спокойненько, тихонечко этот матч отыграем. Так, я играю за Уфинский Салават и Лаев, мой же соперник играет за Санкт-Петербургский СКА. Так, у нас Сумург на площадке против, я уже не видел никто там, Квартальных, Откуда, Габорик, что-то со Сталами, короче, у СКА есть, честно, какие-то неполадки. Сразу же первое удаление у меня. Я так понимаю, у нас отправляется Умург на лавку. Ну, нет, Филипп Ларсон, что-то я не заметил особо, и он успел там нарушить, и с бросанием возле наших ворот мы выигрываем. Так, Кадейкин бросает, не попадает в ворота, мы, кстати, в меньшинстве пытаемся адековать Бурнистров. Харзамасова не получается бросок, здесь мы встречаем, очень хорошо действуем в вороне, и переходим в атаку, так скажем, в меньшинстве. С кистей, бэкстрим, ловят. Ребята, это не составы СКА, это что-то другое, либо какой-то мод, что-то не установлено, короче, у игрока СКА. Так, хорошо здесь Метцл действует, и мы сразу переходим в контратаку. Так, Кадейкин, ну, пас на дальнюю, и здесь просто выручает воротарь наших соперников. Так, Панин. Панин заходит в зону, так, назад есть кто-нибудь, никого нет. Хартикайн, с Хартикайн, на Салат Улаев новое соглашение заключил на два года, насколько я знаю. Это очень-очень классно, рад за Уфу. И я считаю, что это неплохой, очень неплохой центр, насколько я помню, или не центр, он даже, я даже не знаю. Так, Хартикайн, ну, вот здесь он играет почему-то сбоку. Ларсон бросает и сбивает шайбу с кистей, давайте посмотрим повтор. Ну, здесь ничего такого замысловатого, просто бросок с кистей в дальний угол. И, если честно, весь матч теряет весь свой интерес, потому что у СК составы какие-то беспонтовые. Почему? Так не должно быть. И Вячеслав Сладухин забивает вторую шайбу следом же. Как мне говорили, шайбы, которые забиты скриптами, типа багами. Ну, я так понял, типа это баги, короче, НХЛ-ки. Вот, и я, насколько знаю, у СК должен быть либо Хелберг, либо там Мельничук, я не знаю. У меня все нормально, Хохряков, но сбрасывание... А вот у СК какая-то параж. Так, Хохряков проходит. Так, давайте попробуем поиграть, типа, в комбинационный хоккей. Так, а здесь шайбу перехватывают, к сожалению. И сразу бросок, Картаев. Так, здесь встречаем. Какой-то Нолан, ну что это за ноунейм? Квартальных, Нолан, что-то знакомо. Но Квартальных никогда не играл за СК. Вы что уж говорите-то? Сейчас не хочется продолжать матч, но... Ладно. Удаление сразу же УСК. И он получает численное большинство. И у нас выходит Майнин, первая пятерка, вместе с Уморком и Хартиканином, Ларсен и Пашнин. Вот такая вот у меня пятерка. Здесь Пашнин, к сожалению, не оставляет шайбу в зоне и, соответственно, ассайд. Сбрасывание в средней зоне, у нас сразу выходит другое звено. Сошников вместе с Кадейкиным. Точнее, Кая... Да, Сошников с Кадейкиным. Розамасов давайте на Кадейкин дадим. Так, Кадейкин. Давайте расположимся в зоне. Розамасов попробуем бросить. Нет, не получилось. Здесь Сошников. Панин, нужно выйти из зоны скорей. Так, здесь цепляет прям очень сильно. Розамасов, Панин, Кугышев. И вот, хорошее было подставление. Точнее, не подставление, а хорошая была передача. Кадейкин на Ларсена. Ларсен бьет и прямо во вратаря. Так, ну, он начинает ложный юзать. Ну, не знаю, братан. Я против ложных. Ну, это твое право. Делай, играй, как хочешь. Я тебе так скажу. Так, Кадейкин. Никого, к сожалению. Но, ладно, у него игроки тоже немного... Если так можно сказать, немного затупили. И дали возможность забрать шайбу мне. Так, Маннинин. Это все, что я могу сказать, потому что я понятия не имею, что из игроки играют у СКА. Несерьезно, если честно, все это. Что-то там паново устанавливало, блин. А мне, блин... Это как-то надо комментировать. Первый тайм закончен. Первый период. Я все время говорил первый тайм. На самом деле, это же период, а не тайм. Даже не футбол играем. Так, поставим тактику более атакующую. Так, Ларсен на уморка. Так, проходим по флангу. Еще проходим на Маннинина. Так, Ларсен, да, здесь очень хорошо играет. Сразу прессует игрока. Обратно заходим по флангу. Так, дадим пас на Пашнина. Ларсен. Ларс, мне так кажется, не на своем фланге стоит почему-то. Но вот у меня один, один Маннинин стоит. Один. Зачем шайба не пошла на него, я не понимаю. Здесь мы должны быть первыми, хотя нет. Так, перекладину попадает у нас. Защитник СКА, даже удивительно. Так, особо опасных-то моментов-то и нет, собственно говоря. СКА, давайте, если честно, скажем. И подлагивает чуть игра, если честно. Вы видите вот эти вот задержки. Есть, хорошо. Так, Кадзейкин по флангу. Нет, не получается. Ой, штраф, штраф мы зарабатываем. Здесь я не знаю даже, какая будет трактовка удаления, наверное. За удар игрока, не владеющего клюшкой, наверное, что-нибудь такое. Потому что такой был силовой вроде как прием, но все равно. Судьи посчитали, что это удаление. Ну, им виднее, так скажем. Хохряков. Да, но здесь не получается. Один игроком пройти. Здесь давайте навяжем борьбу. Картаев. Давайте на Хохрякова. Нет, не получается дать на Хохрякова. Здесь квартально. Кольдов. Ну, помоги. Хриков. Зидлицкий какой-то. Я, по-моему, Зидлицкий, по-моему, играл, по-моему, за, как бы, за... Никакой вот. И вообще все иностранные хоккеисты с национальной хоккейной лиги. Что-то будет... Что-то несерьезно вообще есть сейчас в бэкстриме, ну... Честно, надо было не мэкс его не ловить, было бы проброс. Не нравится мне эта игра, если честно. Не так. Ну, здесь вот такая вот шайба залетает. Издавивание кугрушев у нас забивает шайбу. Ну, как минимум, не стандартный, ну, девятка, не-не-не. Скрипты, как вы там говорите-то все. Ну, вот. Так, Горенюк. На Бурмистрова. Бурмисов на Кугрушева. Здесь никого, Жарков. Вот же, какой у меня есть игрок. Так. Кугрушев, ну, почти, почти забил я тебя. Рядом со штангой была шайба. Паршина, Жаркова, Бурмистров. Ах, здесь его встречат. Но Жарков очень неплохо так открылся. И вот, к сожалению, мой игрок, который был там на левом фланге, уже успел зайти в зону и зафиксировался уже офсайд. Так, Маннинг, Харти Каннинг. Видите, Харти Каннинг здесь, конечно, слева стоит. Я не знаю, я, честно, не помню, на какой позиции играет Харти. Но я очень рад за оффу, потому что они вот параллели такого. Игрока. Так, девяточка нет, не заходит. Сразу в барону. Здесь Ларсон. Должен отрабатывать. Так, Харти Каннин. Так, и здесь какой опасный момент. И здесь Уморк уходит один на один. Попробуем девитос. Нет, не получилось девяточка, не прошла девяточка. Так, а здесь мы должны встретить, да, и спокойно мы отбираем шайбу. Встречаясь с лоевым приемом. А здесь ошибаемся. И хорошо, что так все закончилось. Здесь надо зацепить и просто забрать шайбу. И на Харти Каннин здесь мы будем нападать. Но давайте на майора отдадим. Пройдем вдоль фланга. Здесь, видите, он ничего не может сделать. Абсолютно. И вот, у меня один Кадейкин на пятачке. И вот с неудобной руки даже в ворота не можем попасть. Элементарно. Удивляет позиция Салаватой Лаева, если честно, на нашей таблице. Хахавел. И здесь как бы не попадаем просто в пустые ворота. Кадейкин бросает. Очередной удар мы наносим. И удивляет позиция Салаватой Лаева, которая, так скажем, без пяти минут уже не в плей-офф. Что и Металлург Монитогорский, тоже можно так сказать. Очень странно, что команды такие, Восточные конференции с таким колоссальным бюджетом вступают в той же Сибири, у которой бюджет, блин, в разы меньше. Не знаю. Если честно. Ну ладно, Салаватой Лаев, но Металлург, Металлург, это же эталон, это же без Металлургов плей-офф, это же вообще не КХЛ. То есть это очень странно будет, если Металлург не попадет. А такое возможно. Потому что я нефтехимик, но нефтехимик я уже не беру так особо в счет. Но именно Сибирь, там, да, Адмирал. Ну, Адмирал, конечно, тоже сейчас последний матч проигрывает, но нефтехимик тоже ничего не выигрывает. Поэтому, хотя нефтехимик немного в упорной борьбе их проигрывает, но все равно Адмирал, он выше в оппозиции, и у него все-таки больше шансов попасть в плей-офф, и тем более и Металлург, и Слава Ту Лайф там сливают свои матчи, поэтому возможно такое то, что Металлург или Слава Ту Лайф вообще могут не попасть в плей-офф. Прикиньте, если будет такое. Очень рад за Сибирь. Сибирь реально классный хоккей показывает. Несмотря на то, что они проиграли на Ниждекамске 6-3, это просто какой-то один такой матч, который не задался у них с самого начала. Им вообще по всему, по ходу всего матча не везло. Там какие-то рикошеты. И не сказать, что прямо шайбы были забиты прямо каких-то там комбинаций или еще чего-то. Просто чуть-чуть не везло Сибири. То, что мы забили пять шайб в первом периоде, но это бывает раз в сезон, это очень редко бывает. Но прямого конкурента по факту мы обыграли. Так, если подумать. Но, опять же, потом мы проиграли и Йокер эту, проиграли и Авангарду, и все упор на борьбе. Но очки-то мы не взяли. Неважно, в какой борьбе, очков мы не взяли. Тоже мы должны были брать очки и с автомобилистом, и второй матч мы тоже с кем играли, с трактором. Ну, с трактором мы хоть как должны были брать очки. Но мы их, к сожалению, не взяли. Ну, так вот и живем. А потом удивляемся, почему у нас 50 очков после... Блин, не знаю там, сколько игр. Не знаю, очень-очень слабо наша команда выступает. Мне очень обидно за трактор. Как трактор? У трактора такой состав, если честно. Ну, реально, он не слабый, если так подумать, посмотреть. Ну, вообще, не слабый. Как они так слабенько играют, если честно. Их вот бывает прорывают, но надо бывает, такие они матчи проводят. Я вообще не понимаю. Стас Галимов пришел. Вообще, много разных игроков пришло, хороших. И Авцин с того же Нитихимико. Ну, вообще, классно играют они. Авцин как перешел из Нитихимико в трактор, так он только нам и успевает забивать Нитихимико. Что у себя, думаю, что у нас в гостях. Не заметили такое? Забили еще одну шайбу. Такая, она немного похожая на бот, но не бот. Раскачки так не было с самого начала. Так. Здесь у нас Сошников, Майоров идет вперед. Так, останавливаемся. И здесь на Сошникова можно ли будет добить? Нет. Сошников должен быть первый на шайбе. Давайте на Майорову. Майоров сразу же бьет, но шайба не доходит до вратаря. Хартик Канин просто силовой прием. Так, Хартик Канин бьет. Это не Хартик Канин, это Кадейкин. Хорошая шайба. Хорошая. Гуд гол, как это говорится. Судьями при просмотре спорных моментов. Гуд гол. Вот, видите, обратно задержка одна. Ну, я сейчас с ним спешусь и вот узнаю, что у него с составом, потому что это, ну, не серьезно, если честно. Я играю вот в этот мод только потому, что здесь составы новые, понимаете? Здесь прямо актуально на сегодняшний день составы. В этом-то и весь и прикол, в этом весь и интерес смотреть. Долго очень думал, что сделать. Наш соперник. Манинин. Давайте дадим на Ларсена. И у нас уж пошли меняться, к сожалению. Так, Сладухин. Давайте пойдем еще один кружок дадим. И Хохряков бьет. Ну, ребят, ну это красота. Ну, такие шайбы, я не могу сказать, что это шайбы какие-то сверхъестественные, но они классные. Они не батливые, они не девяточные. Поэтому, мне кажется, это более чем комбинация и ее можно засчитать как красивый гол. Опять один стоит Хохряков возле воротной пятачки. Здесь Паршин, Арзамасов бьет с девятины. Сладухин пытается добить. Здесь Картаев борется, как всегда. Так, а здесь мне подарили шайбу. И я, соответственно, ее подарил. Пять ложных он юзает. Не знаю, ни один ложный его еще не привел к тому, что это как-то помогло ему, если честно. Ну, здесь, похоже, шайба. 0,8, ребят, 0,8. Ну, это уже серьезно. Я даже за счетом, если честно, не следил, но 0,8 это уже как бы серьезно. Судья назначает праздник. Так. Две минуты у нас осталось. Ну, три. Без шести секунд. Три минуты. И 0,8. Да, он выходит из игры. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки. И совсем скоро выпущу новые видосы. Пишите в комментариях, с кем можно сыграть. И в какой лиге можно сыграть. Можно МХЛ, можно ВХЛ, можно НХЛ, можно КХЛ. Любую лигу берите и пишите команды, за которые можно сыграть. Обязательно пишите в комментариях и ставьте лайк. И подписка обязательно. Всем пока.